МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Слава Созидателям! Победителей муниципального этапа конкурса наградили в Доме учителя. Городская плотина не справляется с регулировкой уровня воды в Сатисе. В «Месте России» в Сарове прошел фестиваль русской и мордовской культуры. Подробности далее. Вот так выглядит пирс лодочной станции. Фактически он оказался под водой. Невольно напрашивается фраза «никогда такого не было» и вот опять. В июле этого года пирс на территории парка имени Зернова дважды топило. Уровень воды в Сатисе значительно превышал норму. Тогда администрация города уверила жителей, что это произошло неожиданно и все можно исправить. Сегодня у нас вторник, 14 ноября. Сегодня кромка воды, уровень воды, он находится на уровне верхней части наших пирсов в парке Зернова. Это не ЧП. Почему? Потому что две недели назад я уже стал сообщать о том, что уровень воды неуклонно растет. И по всему тренд, тенденция видна, что произойдет то, что сегодня происходит, то, что мы видим. Шкала на самом гидроузле показывает отметку 320 сантиметров, что превышает установленный Ростехнадзором верхний критичный предел на 40 сантиметров. Уже много лет уровень воды в реке регулировался с помощью левого затвора сооружения. Со временем река подмыло его стенки. Он потерял герметичность. Эксплуатирующая организация ООО «Спецантех» по указанию администрации установила второй затвор, который пытались поддерживать в удовлетворительном состоянии. Сейчас плотина введения МУДЭП. Ей требуется срочный капитальный ремонт. Руководитель лодочной станции опасается, что проблему опять оставят без внимания. Ожидаемые заморозки приведут к тому, что над пирсом встанет лед. Если этот лед не растает и уровень воды не снизится, то весной, когда постановлением администрации будет перед павлом сбрасываться уровень воды, вот эта вся ледяная глыба, в которой сейчас окажутся наши пирсы, они вырвут как минимум всю нашу инженерную коммуникацию, которая там есть. Это водопроводы, электричество, все что угодно. Это вырвет все с корнями. Гидроузел не держит воду должным образом уже более пяти лет. В данный момент вместо плотины стоит глухая стена. На эксплуатацию гидротехнических сооружений ежегодно город выделяет около 2,5 миллионов рублей. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы выяснить, почему затворы на плотине долгое время остаются в плачевном состоянии или шлатаются от случая к случаю. Какие меры будет предпринимать дорожно-эксплуатационное предприятие в связи со значительным превышением уровня воды? И есть ли квалифицированные специалисты для проведения таких работ? Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Читать между строк регулярно пытаются специалисты Центра ЖКХ, заявили жители дома 25 по улице Фрунзе. По их словам, все просьбы коммунальщики истолковывают по-своему. Жильцы хотели, чтобы специалисты восстановили разрушенные бордюры подвальных приямков. Именно об этом они написали в своем обращении. Приехали рабочие и заложили подвальные окна кирпичом. А если будет пожар, не дай бог, а вопрос не праздный, потому что пять лет назад у нас действительно в этом подвале был пожар. И нам его заливали именно через эти окна. Артамонов Михаил Александрович, это начальник производственного отдела, он нас заверил, что приедут пожарные, вы не переживайте, они легким движением разрушат кладку в один кирпич и потушат вам пожар. А если вы потом захотите восстановить эти окна, то всего лишь надо дождаться капитального ремонта и за дополнительную плату они вам их восстановят. Жильцы обратились в пожарную часть с целью провести экспертизу правомерности действий коммунальщиков. Но для того, чтобы проверка состоялась, нужно предписание стройнадзора. Еще в одном заявлении члена совета дома говорилось о том, что у входных дверей второго и третьего подъездов необходимо выровнять асфальт. В непогоду насквозь и образуются глубокие лужи. Чтобы зайти в дом, приходится в них наступать. Еще под дверью образовалась дырка, и эта вся лужа еще проникала у нас в подъезд. В итоге написали заявление, и ЖКХ тоже одно слово какое-то прочитала, входная дверь. В итоге они взяли нам и подняли двери. Во втором подъезде у нас стоит домофон, они сняли этот домофон и не вставили обратно. Дверь открыта. Жители второго подъезда жалуются, что, во-первых, у них дверь открыта, сквозит постоянный сквозняк, так еще и начали бомжи ходить и просить еду. В третьем подъезде во время работ коммунальщики скололи лампу. Председателю пришлось писать повторное обращение, уже с просьбой исправить переделки и восстановить домофон и плафон. По словам Ирины Новичихиной, с проблемами в работе сотрудников центра ЖКХ жители сталкиваются постоянно. Во втором подъезде засорился стояк. Мы вызвали сантехника. Он пришел в подвал, открыл люк и выпустил все фекалии просто на пол. На вопрос, а что дальше, он сказал, ну теперь пусть подсыхает. Однако после личной встречи председателю дома с директором МУП-центра ЖКХ Николаем Шестопаловым на многие вопросы нашлись разумные ответы. В том числе выяснилось, что закладка подвальных окон и асфальтирование приямков – экстренная мера для устранения аварийного участка. Из-за уклона дорожного полотна на придомовой территории вся вода сходит к подъездам и стекает в те самые приямки, подмывая фундамент. Для того, чтобы эту ситуацию не допустить, самой аварийной ситуации, когда этот приямок либо обрушится туда, а не дай бог еще, если и пострадают люди. То есть было принято какое решение. До проведения капитального ремонта непосредственно заложить эти окна, места примыкания к фундаменту заасфальтировать. Как утверждает Николай Шестопалов, это не самое дешевое решение. Проще было бы бросить на приямки решетки и оградить лентой. Специалисты выбрали оптимальный вариант в соответствии с бюджетом дома. Будут проводить капитальный ремонт, восстановить все это дело. Двери, по-моему, уже подняли в этом году. В следующем году по весне центр ЖКХ, соответственно, сформирует там ступеньки и все остальное. Ну, сделает красиво, чтобы можно было эксплуатировать до момента, пока все-таки не привезло в порядок то место перед подъездами. Главной проблемой оказалось отсутствие коммуникации между специалистами, которые проводили работы, и старшие по дому. Сотрудники центра ЖКХ по какой-то причине не согласовывали и грамотно не обосновывали этапы устранения неполадок до их реализации. Отсюда негодование жителей дома и непонимание действий специалистов. С этим директор предприятия пообещал разобраться. Также Николай Шестопалов напомнил, для того, чтобы выяснить тот или иной момент, подать заявление или написать обращение в управляющую компанию, достаточно скачать приложение Госуслуги Дом. Там есть вся необходимая информация и вкладки для обратной связи. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. По статистике, около 40% детей страдают речевым нарушением или отклонением различной степени тяжести. У 12% населения, включая и взрослых, есть определенные пороки речи. Если в речевом развитии малыша есть поводы для беспокойства, то лучше сходить к специалисту. Также стоит обратить внимание на так называемые сигнальные флажки. Два года, когда у ребенка нет фразы. Три года, когда фраза и словарный запас очень бедны. И этап от 4 до 5 лет. Лучше обращаться в 4 года за звуками, если их много. Если звук один, например, Р, то можно обратиться после 5 лет с одним звуком. И, естественно, если начинаются запинки. То есть в любом возрасте, будь это 2 года, будь это 3 года, начинаются запинки, обращаемся и консультация к логопеду. Также сложности, если ребенок плохо пересказывает. Если у ребенка есть проблемы с построением связанной правильной речи, то его нужно показать логопеду в возрасте от 3,5 до 4 лет. И в этом случае не стоит тянуть. Чем раньше ребенок начнет заниматься со специалистом, тем лучше будет результат. Екатерина Николаевна советует родителям больше внимания уделять и физическому развитию детей. Оно тесно связано с речевым развитием. Сейчас все нейропсихологи об этом говорят. И я воспользуюсь случаем, прям обращая внимание родителей на физическое развитие детей. Потому что у нас сейчас дети вроде бы как читать умеют, а ловить мяч не умеют. На двух ногах прыгать не умеют. Бегать хорошо не умеют. Себя контролировать во время бега не умеют. Можно ли исправить дефекты речи самостоятельно? На этот вопрос Екатерина Николаевна отвечает положительно. Можно. Но необходимо понимать причины явлений. Если дело, например, в отсутствии тренировок, то человек сам может повлиять на ситуацию. Но чаще всего для исправления дефектов нужен специалист. Я знаю родителей, которые поставили звук ребенку, но вести его в речь не смогли. Потому что для того, чтобы звук поставить, мы же как считаем? Мы считаем, что звук рвозвался, и все, ребенок говорит. А это не всегда так. Иногда звук рвозвывается и очень долго автоматизируется. То есть ребенок не может переключиться со звука р на звук а, например. Бывает так, что нужна комплексная помощь и логопеда, и психолога, и нейропсихолога. Поэтому если человек не обладает знаниями в этой области, то по всем интересующим вопросам лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Распевка Распевка – обязательный элемент любого занятия по вокалу. Михаил Демидов учится петь у педагога высшей категории, руководителя вокального объединения «Звездопад» Светланы Аверкиной. О своем наставнике юноше снял ролик для конкурса «Слава Созидателя». Жюри старания Миши оценила по достоинству, присудив ему первое место. Мои занятия проходят очень хорошо. Я могу уже брать некоторые высокие ноты, но не всегда, но очень пытаюсь. Моя самая любимая песня – это «Маленький трубач». Почему? Я выучила ее, и не знаю, почему-то она в сердце попала. Каждый год юные саровчане пробуют свои силы в традиционном конкурсе «Слава Созидателя». В этот раз было две номинации. В номинации «Учусь у Созидателя» участники снимали видео, где герой рассказывал о важности своей профессии и делился опытом. История в картинках – номинация, в которой школьники смогли примерить на себя образ своего Созидателя. Для этого ребятам необходимо было найти архивную фотографию героя и попытаться повторить ее с максимальным сходством. Я делала копию фотографии моей прабабушки Демкина Екатерина Ивановна. На фотографии всего было 20 лет. И с 18 лет она работала на добыче торфа. Это очень изнуряющая и трудная работа. И как раз в годы Великой Отечественной войны это было очень важно, потому что именно торф использовали для заводов. Как бы был основным энергоносителем. И как бы однажды на это торфодобывающее предприятие к бабушке приехал фотограф. И на заработную плату она купила себе новые блестящие галоши, которые изображены в фотографии, и смогла шесть себе платье скриптышина. Участников и призеров конкурса наградили дипломами и вручили памятные подарки. Работы всех победителей и призеров из Сарова отправлены на федеральный этап конкурса «Слава Созидателям». Валентина Лапичева больше 40 лет помогала юным саровчанам открывать новый удивительный мир знаний. За эти годы профессия учителя начальных классов стала для нее больше, чем просто работой. Своих учеников она ласково называет ангелочками и вспоминает о них всякий раз, как смотрит на свою коллекцию ангелов, которую собирала около 20 лет. 400 экспонатов из глины, фарфора, гипса, дерева, воска и стекла помогают пополнять коллекцию родные, знакомые и, конечно, бывшие ученики. С самыми первыми ангелочками связана очень трогательная история. У нас очень долго не было внуков. Мы ждали, но никак не получалось, чтобы стали бабушкой и дедушкой. И поэтому, когда я купила вот этих ангелочков, я надежду в них вселила, что у нас появятся внуки. И действительно, появятся три внука. А сейчас уже недавно четвертый появился. Я тоже своим ученикам дарю ангелочков. И всегда им говорю, пускай чудесный добрый ангел от всех тревог тебя хранит. И каждый день твоей удачи и счастья огонем горит. Коллекция шкатулок начала формироваться понемногу сама, вспоминает Ольга Шевцова. Ее дочь любила хранить дорогие сердцу предметы в шкатулке. Когда та стала мала, купили еще одну. Затем привозили шкатулочки из путешествий вместо магнитов. Так постепенно коллекция росла и ширилась. И сегодня она украшает один из стендов Музея народной игрушки на выставке «История в каждом предмете». Самое, наверное, удивительное. Мне нравится эта шкатулочка из Переославля-Залесского. Во-первых, она не просто шкатулочка, такая волшебная. Во-вторых, она открывается, сделана очень качественно, просто как настоящий утюжок, которому кажется, что если угли положить, то можно и пользоваться. Ну и остальные шкатулки тоже кое с чем связаны. Вплоть до того, что моей дочке, вот ежику подарили тоже шкатулка, который друзья делали специально. Выставку тематических коллекций, собранных учителями и ветеранами сферы образования, приурочили к году педагога и наставника. В экспозиции представлена 21 коллекция саровских педагогов. Коллекция миниатюрных книг начала собираться, когда еще у нас в городе было общество книголюбов. И многие люди у нас там увлекались, наши любители. И вот возникла идея собрать такую коллекцию. Коллекция собиралась несколько лет, потому что она выпускалась специальными выпусками. Она включает в себя отечественную литературу и зарубежную. Я приглашаю всех в наш музей. Здесь очень интересные выставки, очень многое того, что вы увидите и узнаете. Пополните свои знания. Будете восхищаться тем, что вы увидите. Добро пожаловать на нашу коллекцию. Посетить выставку можно в часы работы музея. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В муниципальном этапе 4-го фестиваля детского анимационного творчества «Снежные мультярики» школы «Росатома» участвовали 15 команд воспитанников детских садов и 5 команд школьников начальных классов. Вместе с детьми над созданием авторских мультиков работали родители и педагоги. В мультипликации участники представили свое творчество на тему «Профессии глазами детей». Подведение итогов муниципального этапа фестиваля прошло на базе станции юных техников. Команды, которые вышли в финал, представили свои визитки-приветствия. Команда Садкоевки. Любим губы, шаги и не спешки. Любим танцы, гристи, а бешки. В ходе обучающего этапа фестиваля для всех участников прошли вебинары, серии мастер-классов и видеопрезентации по созданию мультфильмов, изготовлению персонажей, декорации в различных техниках, плоскостной и объемной перекладки, рисованной и смешанной анимации. В этом году в состав жюри вошли педагоги станции юных техников, дворца детского творчества и дыши номер два. Жюри посмотрели все работы и поделились впечатлениями. Вы все победители. Вы все победители над самими собой. Вы победители в смелых творческих решениях. Вы победители, особенно родители и наставники, в том, что вы взяли на себя ответственность за воспитание и творческое развитие ваших детей. Профессия мечты. Мультфильм. Замечательный мультфильм. Очень здорово вы представили профессию кондитера. Очень интересный. Невероятно выразительная речь у ребят, что меня очень порадовало. Ваш садик с глазками. То есть он для вас живой, родной. Это чувствовалось в вашем мультфильме. Гости мероприятия посмотрели мультфильмы победителей конкурса. Команда школы номер 14 решила создать анимационную работу под названием «Наставник в школе и жизни», с которой заняла второе место. В спорте мы сначала собрались, подумали, какую профессию мы будем делать. И мы решили, что мы хотим сделать профессию про тренера, который помог семье, чтобы они были ели колу, пиццу, и чтобы они в спорт пришли и были спортивными. А сама техника, как вы делаете, чтобы фигуры двигались? Мы их на пластилин, и чтобы так ручки шевелились. По итогу муниципального этапа на всероссийском уровне город Саров представят две команды-победительницы – мультярики детского сада номер 42 и мультлавка учащихся центра образования. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Александр Шикарат начал интересоваться отечественной историей с самого детства. В пятом классе он изучал предмет по вузовским учебникам. Писатель и публицист из Москвы написал более 200 книг и статей по артиллерии, военной технике, истории России. В течение долгого времени мужчина работал в различных архивах, а потом писал в стол из-за советской цензуры. Издавать свои произведения Александр Борисович начал с 1993 года. Александр Шикарат окончил МИФИ, работал в Курчатовском институте. Утешался тем, что когда было нечего делать, а в советское время было, когда нечего делать, я шел в техническую библиотеку и смотрел в бюллетени ВАК по кандидатским и докторским диссертациям по истории. Ну, там типа того, что роль Кустановского обкома партии в усвоении целенных земель, роль Днепропетровского обкома партии в восстановлении Днепрогесса. В поле внимания Александра Шикарада – различные периоды российской истории с наиболее проблемными и спорными вопросами. Писатель пытается найти достоверные сведения. Иногда ему приходится развенчивать общепринятые факты. В Саров писатель приехал в первый раз. Для встречи с читателями в библиотеке имени Маяковского Александр Борисович выбрал тему «Что мы знаем о Ленд-Лизе». Кто-то оценивает восторженно, что без Ленд-Лиза мы не выиграли бы войны. Кто-то считает, что то, что было поставлено по Ленд-Лизу, приблизительно составляло 4% от того, что было произведено и оружие, и транспортных средств в России, в Советском Союзе, за 1941-1945 год. Последнее верно, но другой вопрос, что союзники зачастую поставляли нам то, в чём у нас были большие проблемы. Например, автомобиль повышенной проходимости, типа 100-м радиолокаторы. Читатели узнали интересные факты о военном периоде, смогли задать вопросы и услышать мнение историка. Книги Александра Широкорада можно взять в библиотеке имени Маяковского. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Небо Европкого вселяет мужество слова Родина. Такие разные и одновременно очень схожие культуры, русская и мордовская. Вместе жили наши предки и вместе сражались с врагами. Концертную программу фестиваля русско-мордовской культуры в молодёжном центре открыли реконструкции сражения, которую для гостей праздника подготовило молодёжное объединение «Армир». На сцене мы сделали небольшое выступление. посвящённое защите нашей Родины. Главное – там поместиться на сцене, на самом деле. Потому что, когда там 10 мужиков здоровых с остальными саблями и бердышами, друг друга стараются ударить, но не очень сильно, то это достаточно проблемно. Гостям подготовили насыщенную концертную программу, творческие коллективы, центры внешкольной работы и молодёжное объединение города. В холле молодёжного центра для гостей праздника организовали ярмарочное гулянье. На станции «Средневековая каллиграфия» можно было попробовать что-нибудь написать гусиным пером. А на мастер-классе «Краса Россия» расписывали русские, мордовские матрёшки и волшебных петушков. Кукла Берег – это, наверное, то, что хочет сделать каждый ребёнок и родитель. Поэтому такой мастер-класс у нас тоже есть. А ещё можно посмотреть, как тут настоящие деревенские половички. У нас представлено здесь такой мастер-класс. И дети с удовольствием смотрят и даже участвуют в этом. Работали выставки, тематические фотозоны и игровая площадка. Фестиваль народной культуры «Вместе Россия» – кульминация проекта Ольги Калинкиной, реализуемого при поддержке агентства «Росмолодёжь». Так как праздник – это ключевое событие проекта «Вместе Россия», то хотелось бы сказать о том, что вы увидите сегодня массу новых костюмов, которые выйдут ребята. Это и русские народные костюмы, и мордовские народные костюмы. Это интересное оформление сцены. Ну и, конечно, стрельцы, сцены баталии мы увидим сегодня. И именно в то время зародилась вот эта вот, как я уже сказала, дружба мордовского и русского народа. В Сару день фестиваля продолжился на базе Клуба здоровья. В программе живые картины, засечные черты, мастерские, ярмарка и игровые. Также для всех участников работал чайный дворик. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Долгий путь к заветному пьедесталу Всероссийского конкурса «Битва хоров» прошел вокальный коллектив «Копель» Детской школы искусств. Сначала из полутора тысячи участников со всей России в заочном этапе отобрали 150 лучших, которые вышли в четверть финала. Произведение «Дождик» открыл хору-дорогу в полуфинал, который проходил в Москве в июне. Тогда «Копеле» выпал шанс выступить на Красной площади столицы в рамках гала-концерта. Там и стало известно о финалистах конкурса. В число которых вошел Саровский коллектив. В финале «Битвы хоров» вокалисты исполнили композицию «Дождик» в новой интерпретации. На каждой репетиции мы пытаемся это произведение спеть и сыграть по-разному, чтобы это не было выполнено шаблоном, чтобы было интереснее смотреть и слушать. Мы добавляли новые движения и пытались петь более искренне и показывать тоже движение более искренне. Она достаточно легкая, веселая, и она при этом еще на другом языке частично, и это достаточно интересно для слуха, то есть интересно слушать. На территории ВДНХ в Москве хор «Копель» выступил в рядах самых сильных коллективов, которые получили наивысшие оценки жюри. Там же коллектив получил заветный приз лауреата первой степени. Также подарком для ребят стало выступление со знаменитостями. Там мы выступали на ВДНХ с шаманом, ходили на репетиции. Там был сводный хор первый, там было тысяча детей. Мы ходили на вокальные репетиции, на хореографию. Много репетиций было, чтобы концерт получился достойным. Вот, и как раз на финале, который проходил 4 ноября, там же на ВДНХ, мы узнали, что стали победителем своей возрастной категории. Большой всероссийский конкурс «Битва хоров» позволил вокалистам из Сарова познакомиться с ребятами со всех уголков России, перенять важный и ценный опыт у профессионалов, научиться новому, бросить себе вызов. По мнению вокалистов, успех «Копели» заключается в умении прислушиваться к педагогу и друг другу. Мы очень дружные, мы не боимся чего-то нового, всегда движемся вперед и слушаемся, к друг другу прислушиваемся. И, в общем, наверное, потому что личные успехи делаем. Хор «Копель» постоянно учится и совершенствуется, поэтому ждем от коллектива новых высоких побед. Какой новый субъект Российской Федерации не имеет выхода к морю? Что является основным источником кислорода на Земле? На эти и другие вопросы предлагают дать ответы организаторы юбилейного пятого всероссийского экологического диктанта. В него вошли задания для четырех категорий разного уровня сложности. Для детей младше 12 лет, для подростков от 12 до 18, для взрослых беспрофильного образования и опыта в экологической сфере и наоборот. В этом году специалисты разработали вопросы для детей с особенностями развития. Появился сурдоперевод, шрифт Брайля на специальных бланках. В этом году территория экологического диктанта у нас расширяется. К нам присоединились новые регионы. Это Донецкая и Луганская народные республики. Запорожская и Херсонская области. Сейчас, как никогда, актуальна проблема экологического, глобального изменения климата, которая оказывает серьезное воздействие на планету, на человечество. По словам Александра Двойных, вопрос экологии общенациональный. Тема, связанная с мусором, в том числе раздельный сбор, расширенная ответственность производителей, отношение к особо охраняемым природным территориям, подходы к очистке водоемов. Все это требует не только государственного участия, но и народного признания и поддержки. Мы же прекрасно понимаем, что человек, сегодня современный человек особенно, он мечтает жить и выбирает место там, где экологически окружающая обстановка, она благоприятна, где человеку комфортно, где чистый воздух, где чистая вода, где сегодня можно кушать продукты без опаски, что ты там для своего здоровья повредишь. Поэтому вот такие мероприятия, они не для галочки, они действительно направлены на экологическое просвещение и уже сегодня дают очень хорошие глубокие результаты. Принять участие в «Экодиктанте» может любой желающий. Его можно пройти до 26 ноября в онлайн-формате на интернет-портале ecodiktant.rus. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. «На войне, как на войне» Отрывок из повести Виктора Корочкина прочли на очередной встрече участники городского проекта «Читаем вслух». Произведение выбрали по двум причинам. 23 декабря исполнится 100 лет со дня рождения автора, а 55 лет назад был снят одноименный фильм. У вас сегодня очень непростое задание прочитать осознанно и выразительно самое начало повести Виктора Корочкина «На войне, как на войне». Почему задание непростое? А потому что вы не знаете, чем все закончилось. Потому что вы наверняка не читали эту книгу и не смотрели этот фильм, хотя фильм очень хороший. Я советую вам его посмотреть, чтобы узнать, чем же все-таки завершилась эта история жизни лейтенанта. Десятиклассники, особенно те, у кого был опыт чтения вслух, прекрасно справились с поставленной задачей и передали даже самые тонкие нюансы, интонации и настроения в диалогах главных героев повести. Подошел к машине, схожил на нее и взглянул в открытый люк. А тут на него отдохнуло холодно. Он углянулся на ребят, хотел улыбнуться, помахать им рукой, сказать что-нибудь доброе, но улыбки не получилось, рука не поднялась, и сказал он то, что надо было сказать. Отойдите от машины подальше, а то залется. 12 декабря запланирована еще одна встреча во дворце детского творчества. Одиннадцатиклассникам предстоит прочитать страницы книги Владимира Гелировского «Москва и москвичи». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова